Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии Рязанского государственного медицинского университета на сегодняшний день является единственным медучреждением в городе и области, где проводят диагностику и лечение детей больных гемофилией. Гемофилия – это наследственное заболевание крови, при котором у человека отсутствует один из факторов ее свертывания. В следствии этого возникает проблема с тем, что кровь в тех случаях, когда она должна сворачиваться и должен образовываться тромб, этого не происходит. И у этих пациентов постоянно имеется высокий риск развития кровотечения. На сегодняшний день научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии единственный в городе обладает новейшим оборудованием, которое способно с точностью диагностировать гемофилию путем определения уровня факторов свертывания крови. Согласно официальной статистике, количество больных гемофилией составляет один случай на 5-10 тысяч. На сегодняшний день на учете в центре состоит 20 детей с гемофилией и дефицитом некоторых других факторов свертывания крови, а также порядка 16 взрослых, которые проходят обследование и получают лечение. Кстати, на сегодняшний день медики в своем арсенале имеют весьма эффективное средство для лечения пациентов с гемофилией. Я, прежде всего, имею в виду рекомендантные факторы. То есть, те самые факторы, которые у пациентов с гемофилией отсутствуют, мы имеем в настоящее время возможность вводить этим пациентам, тем самым компенсировать имеющийся у них врожденный дефицит. То есть, по сути, это заместительная терапия, которую пациенты должны получать регулярно. Ну, насколько регулярно? Два-три раза в неделю. По сути, пациенты привязаны к этой терапии. Однако, именно данная мера позволила увеличить продолжительность жизни больных гемофилией. Если раньше она немногим превышала 30 лет, то сейчас продолжительность жизни значительно выросла и практически не отличается от продолжительности жизни здорового человека.